дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педра мрауфи мне вы смотрите обзор рынков сегодня будем разбирать новостной фон основной который есть в целом и по фонду рынку по крипто рынку и также форекс рынку вам тоже поэтапно разбирать всю ситуацию посмотрим что было у нас с пятницы прошлой неделе что случилось и что ожидать относительно фундаментальном анализу также техническом анализу посмотрим на внутридневную торговлю на разных активов и спасибо что комментирует наше видео обязательно в случае есть и какие-либо активы вас интересуют которых мы не разбираем вас интересует и просто бывает такое что они не являются основными или как-то так поэтому возможно будет вам интересно чтобы мы их тоже разбирали об этом пишите обязательно в комментариях под видео в случае если будут вопросы тоже не забудьте как вы уже наверное в курсе с прошлой пятницы по новым индексом по 7500 и поду джонсу красная линия которую видите по факту показатель как то есть какого момента момента прошлого обзора то есть пятница прошла красная линия на графика в случае если что можете обращать внимание отбой от максимумов мы получали под джонсу и 5500 и было некое укрепление но она была очень слабая причина в новостном фоне которая относительно говорит о ужесточении монетарной политики фрс сша то есть есть такой момент и за эти выходные ситуация немножко еще стала более негативной падение очень-очень под очень низкой амплитудой происходит по доллару сша если тоже обратили внимание относительно было такое очень очень такой слабое укрепление и все равно эффект но как бы не очень-то и хорошо чувствуется даже если мы говорим по поводу уже встречали монетарной политики есть одна основная причина это отчетности которые выйдут компании сша в этой неделе достаточно мало количество отчетностей разных компаний выйдут в случае если вам интересно тоже на финвизе можете наблюдать с этими компаниями и по их акциям тоже пройтись это случае если что мы тоже с вами сделаем во время обзоров сегодня есть несколько активов тоже о котором о которых говорит goldman sachs в которых тоже стоит уже задуматься в плане инвестиций либо же спекуляции в ближайшее время мы их тоже разберем но в целом по поводу отчетности этих компаний единственный позитив который есть поскольку рассчитывают на неплохие отчетности с одной стороны с другой стороны проблема с цепочкой поставок и ужесточение монетарной политики и в целом отсутствие рабочей силы все равно может очень сильно ухудшить ситуацию с инфляцией которые существуют имеется ввиду сильного роста цены сырья или же продуктов точнее материалов которые которым пользуются при производстве и имеет это имеется ввиду инфляция то есть потом у такого давления с одной стороны с другой стороны сокращение стимула в котором тоже относительно в этой в эти выходные прошли заговорили как бы сокращение стимулов и в целом несмотря на всего этого негатива которые получили прошлой неделе ситуация на рынках смотрится не очень-то и плохо если обращать внимание на дневной график доллара то мы видим достаточно хорошее давление тут есть вероятность восходящего импульса дневной график он показывает достаточно более или менее нормальную ситуацию то есть нормальную картину с целью ориентира получения ориентира на средний срок средний срок и по факту это консолидация дневном графе говорит о том что да возможность вероятность любого импульса и вверх и вниз есть но сам факт что несмотря на этого негатива который мы получили за эти выходные спад на фондовом рынке был не очень сильным как вы видите там под давлением определенным если смотреть с дневного с дневной точки зрения с дневного графика все равно ситуация здесь не очень плохо но в итоге просто очередное открытие дневного дневной свечи под локальными максимумами это может быть немножко нехорошим сигналом целью осуществления какого-либо импульсивно исходящего движения то есть это единственный с которым по факту существует несмотря на всего этого негатива на более глубокого спада или же начало нисходящего движения пока еще рано говорить и по фондовому рынку сша целом и по поводу сильного восхождения доллара но это может произойти как один очень сильный импульс по поводу экономического календаря к сожалению ничего не скажу потому что он пустой на сегодня но по поводу натурального газа по поводу компании тесла есть некоторые прогнозы которые довольно могут обрадовать инвесторов дневной график натурального газа и от твоего поддержки посмотрим на что он таймфрейме с точки зрения человеческого таймфрейма как вы знаете рост на рост рынка рост рынка газа будет продолжаться быть еще дальше развиваться сильная нисходящий импульс это признак того что технически если там есть этому причина сильное нисходящее движение на максимумах импульсивные 5 процента там 10 процентов признак прост простых фиксации прибыли крупных игроков игроков и соответственно исходя из этого исходя из ретеста зеркальной отметки 540 нужно иметь ввиду что скорее всего дальше мы ждем продолжение роста по газу есть вероятность нисхождения думаю что накопление энергии здесь указывает на то что ближайшее время возможно мы можем ожидать даже всплеск восходящий а по поводу тесла включалась его прогноз то есть как сигнал от goldman sachs по поводу компании green hydrogen там три компании если что и по ним тоже сейчас пройдемся сначала тесту разберем довольно хорошее накопление энергии единственное что на дневном графике может смущать вот локальное сопротивление которое здесь создалось тень тень посмотрим на 4 таймфрейм потому что очень сильно узкое движение и еще раз на дневной как свечи открываются но она хорошо открылась ближайшее время на сильный рост или продолжение сильного такого роста нельзя ставить но в целом можно оставить на среднесрочный рост из продолжение среднесрочного роста ну и конечно диапазон риска 760 740 все равно есть то есть импульсивно протестируем эти отметки то это будет очень круто целью открытие все-таки от ближайших покупоков туда особой фиксации нету с очень тут очень сильно накопление фиксация может случиться то есть может произойти фиксация прибыли это имеется ввиду временный спад 760 740 это просто зона жестко а по поводу этих трех компаний о котором на сайте на стоках пишется и по ним мы получили сигнал от goldman сансы тоже говорим вот смотрите какой отбой хороший по definis next-gen h2 это все по факту это вот первые nfc а дальше две компании зеленая энергетика и так далее то есть вот зеленая энергетика они уже давно кстати говорим и зачастую чисто по компаниям исходя из того насколько у них там капитализация насколько они интересны насколько они рентабельны насколько у них цена не завышена в разное время выходят разные прогнозы с разных банков о том можно ли в них инвестировать если сейчас нормальное время не встретили нет то есть и тут по этим трем компаниям более-менее картинка тоже смотрится на дневном графике и мы сейчас посмотрим через призму с призму часов графика на самом деле что более-менее можно было разобраться очень сильно узкое движение на самом деле ну сама отбой от основания довольно его хорошо видно по поводу первого и тефа как видите по факту отбой есть зона риска то есть она очень узкая очень низкая 18 там отметка довольно хорошая на 20 скорее всего до 22 ближайшее время технически это очень возможно сужение продолжение этого сужения на дне может быть признакам того что цена дальше укрепляется а главное что мы получили хорошие ретесты локальных поддержек или же тени снизу или же поджатие к максимумам то есть ну зеркальные отметки 19 50-1960 такое поджатие будет хорошим сигналом тут тоже как видите они на дне риск очень маленький поэтому над них лучше задуматься возможно с целью среднесрочного среднесрочной инвестиции скорее всего так как нам говорит голден сакс тоже 22 хорошая отметка 22 21 20 приблизительно ближайшее время началось что может случиться определенный обал откат но размер свечей очень 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 маленький амплитуда очень низкое накопление по факту нет мы находимся в пост импульсивном состоянии то есть импульс восходящий был сейчас возможно откат будет но он будет наверное на всех этих графиках исходя из ситуации скорее всего на будучи слабый риск очень маленький еще раз повторяю и баллар power system началось в том тайме тоже пост импульсивное состояние и откат может быть на самом деле не ниже середина вот этого импульса то есть 1320 поэтому нужно смотреть как они средний срок на самом деле хорошо ли они отбиваются от этих поддержек тренадцать двадцать тринадцать и насколько сильно начинает накапливаться с поджатием к локальным максимумом 1380 1420 обязательно такие сопротивления более или менее разобрали ситуацию по тем горячим таким активом о котором пишутся в новостях и про каналах некоторых банков крупных и переходим плавно уже к форекс паром посмотрим что нас ожидать единственное что что единственное что стоит иметь в виду что золото сделал очень большой сильный импульс недавно и по факту это само по себе указывает на то что возможно они будут расти ближайшее время либо же может просто очень умеренно расти или же просто очень умеренно двигаться в рамках консолидации и так далее поэтому по поводу доллара тут дорога открывается особенно с учетом того что и нефть как вы знаете уже около 80 долларов находится то есть с учетом вот движение этих сырьевых валют и защитных активов можно делать вот по поводу доллара в средний срок в течение недели если плодовый рынок само по себе не сильно падает и по факту фиксируется просто и укрепляется над локальным локальным поддержками и она не сильно растет не сильно падает то тут есть по факту зазор для дальнейшего роста доллара с учетом не сильного роста золота то есть консолидации золота и вероятности разворота нефти вниз потому что 80 долларов где сейчас нефть находится на тех отметках эти отметки опека и сам по себе восстанавливается уже спрос нефти как вы знаете и соответственно поэтому можно все еще насчет доллара будет немножко даже позитивным несмотря на то что он сделал достаточно большой достаточно сильный рост но как вы видите сейчас консолидируется на вершине возможно его дальнейшего роста возможно вы дальнейшего роста с учетом отказа снп и доу-джонса в дальнейшем росте есть то есть по факту нету достаточно сильных поводов для сильного роста доу-джонса и снп 500 и нефть разворачивается золото не сильно укрепляется поэтому по поводу доллара можно быть наверное очень достаточно позитивно хотя бы цель получения какого-нибудь восходящего импульса евро фунт австрализа новозеландии в курсе фунт достаточно сильнее вырос на почве заявлений банков банк англии и сам выбросы джонсона по поводу ужесточения монетарной политики но есть единственная вещь которая очень сильно сейчас начинать снова пугать рынка в плане самого фунта и возможность его падения присутствовать из-за плохого фона брексита который немножко начинает снова назрывать какого-то конфликта определенного между британией и брусселем то есть европой есть некоторые не моменты не договоренности в бригсите которые все еще давят на могут давить на экономику могут давить на интерес инвесторов фунте и в целом британия достаточно красивый такой ложный пробой тут на среднесрочном таймфрейме часовом там начался салон тоже даже на красиво видно этого ложного пробоя дневной таймфрейм по фунту но он открылся относительно так хорошо можно сказать но все равно не очень смотрится по восходящему особенно исходя из того что мы находимся в пост импульсивном этапе и в целом сопротивление пробили тоже импульсивно поэтому тут можно рассчитывать на продолжение сходящего движения по фунту целевые отметки видны с прошлого раза мы их ставили по факту драмках этих отметков и цена в последнее время двигалась по поводу евро не сказали тоже довольно красивый такой пробой ложный и вероятнее всего что дождаться последующего разворота спада тут больше с одной стороны с другой стороны отметка 1 1560 довольно сильно поэтому обращайте на это тоже внимание 1 1560 1 1570 диапазон довольно сильный возможно он будет протестироваться импульсивно но цена может над ней застревать какое-то время дневной график не очень сильный не очень сильно разворотный сигнал с одной стороны нету фракталов каких-либо ценовое движение на самом деле под давлением сильно то есть максимум один 15 116 место который может протестироваться в ближайшее время очень сильно узкое движение на рынках еще раз напоминаю это создает может создавать какие-либо импульсивные движения которых вы не ожидаете но исходя из каких-либо там на вас какого-либо новостного фона можно будет можно будет рассчитать на какое-либо движение цены сейчас новостного фона по факту в академическом календаре нет но есть он в сенате по поводу стимула по поводу сокращения стимула и уже сочинение монетарной политики есть по поводу нефти который может начинать падать и по поводу золота который скорее всего не может ближайшее время сильно сильно спокративно расти с учетом всех этих нюансов конечно же можно ставить на дальнейшее умеренное укрепление S&P 500 и Dow Jones и конечно же более-менее выраженное укрепление доллара поэтому и нужно от этих новостей на вина исходить более-менее в ближайшее время австралийцы новозеландцы тоже сделали довольно сильные импульсивные движения последнее время дневной график по ним тоже показывает на не очень хорошее состояние локальное сопротивление присутствует для того чтобы от них скорее всего отталкиваться можем до них даже не добраться имейте ввиду но 6980 по новозеландцу а по австралийцу пробит локальное сопротивление очень импульсивно но 7380 абстралийт новозеландец разворачивается вниз тоже довольно красивую картину рисует на самом деле расширяющуюся формацию или же срыва волатильности так что можно на понижение играть скорее всего ближайшее время с хорошим терпением с маленьким риском друзья не забудьте аудэ нзд абстралийт новозеландец золото как вы видите вот восходящий сильный импульс о котором мы говорили и это было по факту приблизительно одновременно с новости с выходом новости о файзере о том что эффективность вакцины унижается снижается приблизительно до 20 до двух месяцев то есть два месяца это на самом деле эффективность вакцины файзер исчезает новость от самого воза была или откуда-то от самого файзера не знаю но файзер признается да золото и серебро как видим сильного стоящие движения защитного актива на почве вот этого вот этой плохой новости да то есть по поводу платье на тоже видите 10 тич протестировалась с пятницы и мы по факту сейчас не можем говорить о дальнейшем росте сильная импульсивная ретест ближайшего сопротивления то есть исторического сопротивления тут можно ставить на понижение но очень умеренное скорее всего понижение потому что ситуация кризисная довольно такая уже выражается относительно инфляции относительно тому что уже встречать на данную политику это нехорошо для фондовых рынков в целом и на понижение защитных активов ставить прям сильно что получить прямо сегодня хорошие результаты но скорее всего нет средний срок возможно ближайшее время это понижение это снижение и по доллару и по серебру может быть не очень ярко выраженной тут нету поджатие вниз обращайте внимание тут срыв волатильности очень сильно импульсивное движение он может закончиться от поем вверх и по золоту и по серебру 2240 по серебру по золоту 1750 поэтому население с большие движения этих значительных активов можно не ставить на самом деле но они просто драсти сильно скорее всего не будет исходя из того что сделать сильно большие сильно очень сильные импульсивные движения последнее время защитные пары евро франк доллар франк и доллар иена долар иена очень хорошо растет вы знаете на фоне чего об этом прошлых в прошлых обзорах говорили это рост продолжается мы росте и у из и у из джей пиво уже давно говорим по факту этот рост продолжается и у него есть потенциал дальнейшего движения несмотря на сильного импульсивного движения то есть по факту хорошо смотрится политика нового министра о продолжении одобрения новых стимулов японии сильное давление на японскую иену это выгодно им экспорту японском доллар франк и евро франк могут отбиться вверх по поводу евро я думаю что сильное будет восходящее движение на поводу доллар франка возможно движение будет сильно и фунт я на разворот на 15 минутки на дневном таймфрейме для тест хорошие отметки 154 153 80 имейте ввиду что можем развернуться или же консолидироваться по фунту особенно но скорее всего потому что иены фунт оба под давлением то скорее всего движение здесь может ближайшее время будет на самом деле консолидационный и по поводу нефти уже говорили 80 долларов это отметка опека не обращайте внимание на сильно поджать и вверх это не поджать и это это клин восходящий это сигнал разворот восходящий импульс ближайший может привести к развороту верхняя граница канала вблизи восемьдесят один восемьдесят восемьдесят отметки от которой можем развернуться и у sd как очень хорошо и красиво отбиваться вверх имейте ввиду на этих отбов по факту разворотов по факту исходя из фона исходя из фона новостного фона мы не ожидали но сейчас по факту исходя из того что просто не может развернуться не очень плохо прям по поводу езды как можно ставить на повышение укрепление хорошее дневной таймфрейм ничего не обещает внутри дня возможно вам ну какие либо возможности есть середину диапазона берем там 1 24 76 74 и от него отталкиваемся скорее всего до него возможно рост биткоин эфириум сегодня ждите новостей на других наших ресурсов по этим активам новостной фон не очень хороший но как мы видим рискнуть более-менее умеренно свой рост продолжает этот рост очень узкий этот рост очень под вопросом срыв волатильности тут наблюдается наблюдается расширяется формация на долгосрочных таймфреймах это нехороший сигнал ждите разворота 157000 это целевая целевая отметка 53000 это тоже целевая отметка то есть 57 53 это диапазон ближайший ближайшие движения скорее всего под этим диапазоном ожидается последующий спад в случае есть от 55 развернемся после сильного ретеста то скорее всего даже 5760 тоже не за горами будут если его поджиматься к 55 то дальше 53 следующая отметка эфириум импульсивно растет от поддержки не очень хороший сигнал поддержка тоже не очень сильная поэтому от него очень сильно импульсивно расти не может быть хорошим сигналом дальнейшего роста мне кажется тут можно немножко притормаживать с покупками друзья спасибо что посмотрели сегодняшний эфир ждите наших последующих эфиров не забудьте обязательно нажмите на колокольчик тоже чтобы быть в курсе какие эфиры живые у нас выходит с александром махаловичем гельчиком с сергей заботкиным также с виктором макеевом на нашем канале и до следующей встречи хорошая торговля всем пока пока